Здравствуйте! На портале Exeget.ru с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах пророка Изекииля. В начале своей книги, в первой главе, в четвертом стихе он говорит «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». И хотелось бы, прежде всего, поговорить именно о самих видениях этого пророка, потому что, что отличает пророка Изекииля от всех других пророков Ветхого Завета, то, что он визионер, он тайнозритель, он видит такие видения, которые не видят другие пророки. Вообще, в обычном понимании слово «пророк» означает тот, кто прорицает. Поэтому, прежде всего, пророки наделены даром слова. Святой Дух говорит через пророков. И видения достаточно редко встречаются у пророков. Например, пророк Иеремия видит миндальное дерево, видит кипящий котел, но это лишь какие-то образы, статичные почти видения, символы, которые вырваны из общего контекста, они являются указанием какой-то очень важной реальности. Но, в отличие от всех других пророков, например, Амос видит саранчу, корзину с плодами, какие-то другие статичные символы, у Иеремии это все превращается в какое-то грандиозное видение, которое полно движений и сокровенного смысла. И все это превращается в такую грандиозную фреску, панораму, которую мы видим, вчитываясь в его слова вместе с ним. Когда мы говорим о том, что пророки видят, конечно, возникает образ пророка Моисея, потому что он однажды увидел славу Божию. Для того, чтобы явить Моисею свою славу, Господь помещает его в ущелье скалы, и лишь со спины Моисей видит сияние славы, которое запечатлеется на его собственном лице. И все другие эпизоды видения, они тоже происходят как-то немножко издалека. Пророк Елисей видит колесницу, которая унесет его учителя, пророка Илью, но тоже издалека. И в отличие от всех других пророков, мы как будто оказываемся в самой гуще этого видения, почти что становимся участниками того, что видит пророк Иезекииль. Очень важно помнить о том, что пророк Иезекииль был депортирован, он оказался в Вавилоне в 593 году и совершает свое служение там, на земле изгнания. И с ним связана очень важная интуиция, очень важное пророчество верующих людей, которые бывают, может быть, в отчаянии от того, что для них все погибло, погибла их земля, погиб храм, они лишились всех обетований, больше нет царя. И где же Бог? И пророк Иезекииль возвращает этим людям надежду, проповедуя о том, что Бог вместе с вами отправился в изгнание. Это совершенно удивительная весть, которая сопровождает верующих людей вот с тех самых времен. И находясь в изгнании, пророк Иезекииль тоже узнал о том, что Иерусалим полностью разрушен, и он видит это видение, которое невозможно описать словами. Он описывает какие-то отдельные подробности, но для того, чтобы все это сложить вместе, чтобы увидеть это почти кинематографически, для нас требуется колоссальная работа фантазии, все это для того, чтобы показать, что все, что касается Бога, божественной славы, божественного присутствия, оно находится по ту сторону всего, что мы можем увидеть, тем более описать словами. Итак, он видит очень странные движения, четыре колеса, ободья этих колес огромные, страшные, и каждая из них, не отделяясь друг от друга, устремляется в противоположные концы, в направлении сторон света. Таким образом, они как будто разносятся, расширяются в пространстве, но при этом не разъединяются. И все это похоже на видение молнии, которое пронизает сквозь все небо, все, что вы можете увидеть. Это колесница славы, и в нее запряжены, и вы можете различить, лики четырех живых существ, этих знаменитых апокалиптических существ, которые соединяют в себе лицо человека, тело, быка, крылья, орла, и крылья их тоже смыкаются. Вот такой совершенно фантасмагорический, невозможный для нашего воображения образ, который сопровождается описанием цветов, драгоценных камней. И на этой колеснице было как бы подобие человека. Что стоит за этим странным видением? Прежде всего, весть о том, что жизнь – это та жизнь, которая исходит от Бога, и это та жизнь, которая имеет свой источник внутри самого Бога, именно она наполняет собой всю Вселенную. И она передается то посредством пламени, то посредством дыхания, слово дыхание – это то же самое слово, что и дух. И вот эта колесница вдруг оказывается вдали от Иерусалима, потому что любому верующему человеку понятно, что святое место, священное место – это храм, и храм для народа Израиля – это было место пребывания славы. Но вот эта колесница, грандиозная колесница, отправляется в шествие от Иерусалима для того, чтобы наполнить собой всю землю, в том числе и землю чужую, землю профанную, языческую. Присутствие Бога наполняет все это, так что расстояния эти исчезают. Описать славу Божию – это значит попытаться описать нечто непостижимое, то, что не поддается описанию, то, что мы не можем вместить в нашем воображении. И многие мистики, многие великие святые, визионеры всех времен и народов последуют этой традиции. Именно поэтому книга пророка Изекииля, по мнению некоторых мудрецов Ветхого Завета, будет представлять собой определенную опасность для тех, кто слаб духом, потому что человек, который попытается представить то, что описывает пророк Изекииль, просто может повредиться разуму, настолько это невместимо человеческим разумом. Более того, сам пророк тоже прекрасно понимает свою собственную слабость и немощь. Господь возлагает на него узы. Господь говорит о том, что я прилеплю твой язык гортани, твоей. В действительности это описание какого-то смятения, а не менее, которое переживает пророк, просто увидев то, что ему Господь открывает. И, наконец, может быть, самое удивительное и грандиозное видение, которое нам хорошо знакомо благодаря богослужению Великой Пятницы. В Страстную Пятницу вечером совершается погребение Спасителя, и оно завершается утренней Великой Субботы. Как раз вот на этом соприкосновении жизни и смерти, смерти Христа и его воскресенья, звучит пророчество из 37 главы пророка Изекииля, грандиозное видение, в котором он видит поле, наполненное безжизненными костями. Но, более того, он не просто видит это, как мы видим во сне, он оказывается внутри, в гуще этого события, потому что он обходит это поле во всех направлениях. И, более того, он активный участник всего происходящего, он передает этим костям повеление от самого Бога. Поэтому видения Изекииля никогда не бывают статичными, и все происходит по определенным законам и этапам развития. Сначала эти кости превращаются в скелеты, затем они облекаются жилами, плотью, кожей, и, наконец, по повелению пророка, дыхание, Дух Божий приходит от четырех сторон света, от четырех ветров, для того, чтобы оживить эти мертвые тела. И вот они воскрешают, они встают на ноги, и это весьма великое полчища. Что это означает? Конечно, сам Господь объясняет, что Израиль, народ, выйдет из плена, он воскреснет, он вернется к жизни. Но по-настоящему эти пророчества исполняются не просто в истории народа Израиля, но они становятся пророчеством о том, что произойдет с Иисусом Христом. Он умрет, и он воскреснет. И, более того, его смерть и воскресение станут началом нового человечества. И другое пророчество, которое видит Иезекииль, он видит славу Божию, которая возвращается в Иерусалим. И это возвращение сопровождается шумом, рокотом, подобным шуму вот многих. Ангел приводит Иезекииля на высокую гору, и оттуда он видит храм, каким однажды этот храм станет. И здесь возникает видение с потоками воды. И с подвосточной стороны храма проистекает поток, и Иезекииль, который всегда активно участвует в своих видениях, начинает переходить этот поток. И сначала уровень воды ему по щиколотку, затем по поясницу, и, наконец, он уже не может идти по дну. И тогда ангел возвращает его обратно и спрашивает, ты видел? И добавляет о том, что на берегах даже мертвого моря возникнет жизнь. Будет много деревьев, повсюду будут стоять рыболовы, а плоды и листья этих деревьев будут исцелять больных. И все это феерическое сказочное видение в действительности является каким-то очень важным и достаточно реалистическим пророчеством о том, что произойдется Христом. И от того, что пророк Иезекииль уже изобразил это в виде видений, та истина, то будущее, которое ему открылось, может быть, последняя истинная история, именно это позволяет евангелисту Иоанну уже на подготовленную почву посеять семена Евангелия, которые легко могут произрасти в нашем сердце. Потому что истинным храмом будет тело воскрешего Христа, тело Спасителя. Вот то, что Иезекииль видел, как некий прообраз с этими потоками воды живой, который мы тоже увидим в Евангелии от Иоанна. Эти плоды и листья, которые станут источником исцеления для народов, потом появятся в апокалипсисе Иоанна Богослова, и, наконец, вода, кровь, пища. И, может быть, самое главное, это образ того, что Бог исцелит свой народ. И, может быть, самые знаменитые слова пророка. И в этом смысле Иезекииль действительно уже пророк Нового Завета. Он оказывается на пороге между Ветхим и Новым Заветом, потому что он уже видит и проповедует то, что он уже предвосхищает. «Я возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим». В действительности Бог остается настолько верен своему народу, настолько его любит, и настолько его судьба связана со судьбой народа, что он готов произвести вот такую операцию на сердце, для того, чтобы в грудь народа вложить свое собственное сердце, свое собственное дыхание, собственный дух. И благодаря этому уже не только Мертвое море станет живым, но даже Содом и Гамора, которых однажды за нечестие поглотил огонь и серо, будут исцелены для того, чтобы все народы земли смогли поклоняться Богу, и Иерусалим стал бы матерью всех народов. Конечно, когда мы читаем эти пророчества, эти грандиозные видения, у нас голова идет кругом. Наше воображение просто опьянено величием этих образов. Но истина, которая стоит за ними, очень проста, но и не менее головокружительна. Это истина о воскресении Христа и о том, что спасение совершается через воскресение Христа, и по-настоящему мы еще не увидели то, что нас ожидает впереди. На портале Exeget.ru с вами был Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.